Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захарии и поговорим сейчас о восьмой главе. Восьмая глава – последняя из тех, за которыми стоит проповедь так называемого первого Захарии, действовавшего вот в конце минус шестого века, около приблизительно пятьсот двадцатого года. И таким образом она завершает собой первую часть книги. И вот что, собственно, в центре внимания Бога и в центре внимания пророка в этой восьмой главе. Собственно, смотрите, Господь говорит о том, что было время, были обстоятельства, когда Бог был против греха народа Божьего, против греха Иерусалима. И вот теперь время поменялось. Поменялось так, что вместо негодования Божьего Иерусалиму предстоит встретиться с Божьим благословением, с Божьим милосердием. Коротко говоря, Бог сменил гнев на милость. До какой степени вообще адекватно подобное представление? Это вопрос. Для самого пророка, в общем, как мне кажется, ситуация и картина сложнее и глубже, чем мы можем себе представить. Потому что вообще говоря, слово Божье все-таки говорит нам о Боге, который верен самому себе. И представлять, что вот он там гневался, потом перестал гневаться, потом может опять прогневаться и опять перестать и так далее. И вот это вот то, что Господь Иисус называет трость ветром колеблемая, это явно не вся правда. Как-то сложнее. И в общем, на самом деле можно предположить, что отношение Бога к Иерусалиму, отношение Бога к народу Иудину, вообще говоря, остается тем же самым. Меняются отношения людей к Богу. И поэтому то, что из сердца Божьего исходит, и то, что совершается при мудрости Божьей, оказывается либо благословением, либо проклятием. Зависит, повторю еще раз, от того, что из себя представляют люди. Это одна из центральных тем восьмой главы книги пророка Захарии, на самом деле предыдущих нескольких глав тоже. И вот как сформулировать, что можно сказать о том, что это за отношение Бога? Вот он говорит во втором стихе, так говорит Господь, возревновал я о Сионе ревностью великую. Речь таким образом идет о Боге, которому не все равно. О том, что Бог не безразличен. Его отношение к Иерусалиму, его отношение к Израилю очень-очень личностное, и он возревновал о Сионе. Это первое. Второе, тоже потрясающее совершенно обетование. Так говорит Господь, я обращусь к Сиону и буду жить в Иерусалиме. Будет называться Иерусалим городом истины. Я буду жить в Иерусалиме. Иерусалим конкретный человеческий город. И никакие здания, города, страны, материки, звездные миры, ничто не в состоянии вместить Бога. Но Бог обещает, что он будет жить вот в этом месте, посреди народа своего. На самом деле это грандиозное обещание. Грандиозное, до Бога невозможно достучаться и докричаться, так он далеко. Вот, собственно, переживания многих в Иерусалиме, как до плена, так и после. Бог бесконечно далек, потому что величие его, как опаляющее пламя, делает все наше копошение у ног его, ну, какой-то, в лучшем случае, мышиной вознёй. И когда Бог обещает, я буду жить вот здесь, посреди Иерусалима, это обещание того, что вот эта преграда, этот барьер между человеческой малостью и Божьим величием, этот барьер будет каким-то образом преодолён, разрушен. И Господь говорит также о процветании. Он говорит, что в этом городе старцы и старицы, которые ходить могут только с палками, потому что очень старые, и тем не менее, да, выживают всё равно, хоть они и очень старые. И дети малые, да, играющие на улицах, всем этим наполнятся, благодаря Божьему помилованию, город. От малых детей, чем больше, тем ярче процветает жизнь в Иерусалиме, до глубоких стариков, которые могут, тем не менее, продолжать жить и славить Бога. Вот эта вся картина призвана продемонстрировать слушателю первого Захарии именно вот такой вот преизобилующий источник, фонтан жизни. И Господь говорит, это покажется дивным, но это неудивительно в моих очах. Потому, говорит Господь, что я сам спасу народ мой из страны Востока. И, как и очень часто в других местах, Бог говорит своего рода формулу завета. «Я буду их Богом, и они будут моим народом». Возвращаясь к контексту историческому, в котором происходит проповедь первого Захарии, Господь говорит, укрепите руки ваши. Речь, собственно, идёт о вот той дилемме, которую мы видели уже в предыдущих главах. Что нужно делать вернувшимся в Иерусалим? Защищаться от ярости, зависти соседних народов, которые собрались оккупировать, занять землю народа Божьего. Правда, так и не удосужились это сделать, так и не удосужились, потому что у них не было на это ни сил, ни желания. Или нужно строить храм, или нужно делать что-то ещё, устраивать социальную жизнь. Вот, собственно, политика, религия или социальность. Вот что может быть основным направлением труда? И помните, как Эздра и Неми свидетельствуют в своих книгах, что им нередко приходилось строить стены, держа в одной руке орудие строительное, в другой руке меч, потому что вот они подвергались этой ужасной опасности со стороны соседей. Или, как некоторые пророки думают и говорят, надо сначала восстановить храм Божий. Вот Господь говорит, укрепите руки ваши, имея в виду в первую очередь всё-таки постройку храма. В народе Божьем логика жизни открывается людям как абсолютное сосредоточенное вокруг Бога, вокруг Богопочитания, вокруг Завета. Сначала мы созидаем храм Господень и выстраиваем своё отношение с Богом, и потом как-то вот происходит всё остальное. И Господь говорит о том, что теперь вот такое время, что для остатков народа Божьего, для тех, кто вернулся, Бог становится не угрозой, не источником кары за неправедность, но Бог становится источником благословения и защиты. Ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, потому что теперь будет время процветания, время посева и роста. Виноградная лоза даст плод, и земля даст произведения свои, и я отдам всё это во владение оставшемуся народу. Вот теперь время, когда люди призваны построить в правде своё отношение с Богом, а всё остальное, что вокруг этого, это проблемы, которые будет Бог решать сам. И вот доукрепятся руки ваши. Весьма вероятно всё же, что речь идёт именно о том, что надо сначала построить храм как место, где возможна молитва и, возможно, богопочитание. И вот Господь говорит, как я определил наказать вас, потому что отцы прогневляли меня, так я опять определил сделать доброе Иерусалиму. Не бойтесь. Снова мы видим, что это одно и то же отношение. Не Бог меняется, он как возревновал о Сионе, так и ревнует о Сионе. А меняются люди и жизнь. Отцы этого поколения своими грехами сделали ревность Бога об Иерусалиме гневом. И у текущего поколения есть шанс сделать ту же самую ревность Бога об Иерусалиме благословением и милосердием. И Господь говорит, надо действовать, надо трудиться. Весьма вероятно, что речь шла об постройках. Но удивительным образом в 16 стихе выясняется, что это говорит тот же самый Бог, которого мы знаем через других пророков, тот Бог, который через Исаию, Иезекииля и многих-многих других призывает людей к правде Божьей. И вот смотрите, Господь говорит, вот дела, которые вы должны делать. Здесь, конечно, так и хочется выдержать драматическую паузу и попытаться предположить, что же Бог здесь скажет, что это такое за дела, которые мы должны делать там. Приносить жертвы или совершать какие-нибудь немыслимые астетические подвиги или что-нибудь еще. Что именно должны мы делать? Что именно? Вот смотрите, говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего, и ложной клятвы не любите, потому что все это я ненавижу. Оказывается, что весь разговор о ревновании Бога в Иерусалиме, том, которое для прежних поколений было гибелью, а для нынешнего может стать благословением, все это упирается в то, что по-настоящему для Бога важно. Поистине и миролюбно судите у ворот, ну, потому что площадь у ворот нередко в древних городах, не только в Иерусалиме, была местом отправления правосудия. Не произноси ложной клятвы, не принимай ее, не любите таких вещей. Правда в правосудии истина, вот в человеческих отношениях. И говорите правду друг другу, говорите правду друг другу, никто из вас да не мыслит зла против ближнего. Правда, правосудие не мыслит зла против ближнего. И только это дело, на которое мы призваны укрепить руки свои. То есть, в общем, логика большей части восьмой главы подразумевает, что вы можете даже построить что-то совершенно неудобсказуемо громадное взамен утраченного Соломонова храма. Соломонов храм был довольно небольшим. С архитектурной точки зрения, ну, кто хочет посмотреть на то, как он выглядит, выглядел, может приехать в Москву и посмотреть на здание метро «Динамо». Там вот он примерно один к одному, как Соломонов храм. Но не в грандиозности того, что можно воздвигнуть на этом месте, какие-нибудь там небоскребы, не в еще каких-то проявлениях силы крепости человеческой. Нет. Дело, которое мы призваны совершить, это сделать так, чтобы в основе всех наших взаимоотношений, всей нашей жизни была правда. И это пугающе трудно. Пугающе трудно, потому что люди действительно бесконечно друг другу врут. Бесконечно. И больше того, в наше время, вот сейчас, в 22-м году, это так же трудно. Такая же почти недостижимая цель правосудия и истина, как и тогда во времена первого Захария. Последняя часть, последний абзац, собственно, восьмой главы и всей первой части книги содержит еще одну очень важную мысль. Ну, смотрите. Во-первых, Бог говорит все в той же логике. Я возревновал, и если народ Божий предает завет, для него это ревнование Божье становится гибелью. Если народ Божий впускает правду в свою жизнь и избавляется от лжи, то же самое ревнование Божие оказывается для него благословением. В этом же духе Господь говорит через пророка о тех постах, траурных постах, о которых шла речь, о которых задавались вопросы несколькими страницами выше. Надо ли соблюдать теперь, после возвращения, теперь, когда Иерусалим восстанавливается, надо ли соблюдать пост, посвященный его разрушению. И вот Господь говорит, пост седьмого и пост пятого и четвертого месяца и десятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Можно будет с радостью благословлять Бога за его верность истине. И для нас тоже этот пост воспоминания о тяжелых, мучительных и страшных событиях прошлого может стать радостью и веселым торжеством. Для того, чтобы ваши собственные скорби, скорби ваших предков могли стать для вас встречей с Богом, источником настоящей радости и веселого торжества, для этого надо любить истину и любить мир. Для этого надо не врать и не быть источником вражды и насилия друг для друга и для окружающих. Вот что делает жизнь жизнью, вот что побеждает ее страшность и скорбность. И, наконец, с двадцатого стиха Господь через пророка говорит об еще одной очень важной вещи, которая раньше, может быть, не в таком явном виде была сформулирована. Даже и у Исаии, и у первого Захарии, хотя и у них, у обоих, эта мысль уже присутствовала. Господь говорит, еще будут приходить сюда народы, сюда, в место, где Израиль чтит своего Бога. Будут приходить иные народы и жители многих городов. И эти жители городов будут говорить один к другому, «Пойдем, предстанем пред лице Господа и взыщем Господа Саваофа». Вся жизнь, все мучительные перипетии израильской истории нужны, потому что Бог избрал Израиль свидетелем о себе, местом своего пребывания, но не теми стенами, в которых затворено Откровение Божье. В позднейшие времена, да, наверное, и в это время тоже, люди часто думали, что это наш Бог, и Он не будет благословлять никаких иноплеменников, самарян, персов, римлян, кого еще, какой народ не возьми, да, это только наш Бог, никому не дадим. А Бог говорит, нет, это вот все происходящее в Иерусалиме с Израилем до первого Захария во время, это для свидетельства, для того, чтобы люди могли подняться и прийти поклониться Господу Саваофу, и будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Многие народы, чтобы взыскать лице Господа Саваофа. Такова воля Божья, таков Божий замысел. И вот потрясающие слова в 23 стихе, Господь говорит, в те дни 10 человек ухватятся за полу, за край одежды иудея из всех разноязычных народов и скажут, мы пойдем с тобою, потому что мы слышали, что с вами Бог. Мы искали того единственного, настоящего Бога и услышали, что Он явил Себя в истории Израиля. И поэтому ради этого настоящего Бога мы пойдем вслед за народом Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok